Всем привет! Готовим очень вкусный шоколадный рулет с начинкой из творожного сыра. Корж получается воздушным, пористым, в меру влажным. Отличное сочетание сладкой начинки с горьким шоколадным покрытием. Для начала приготовим бисквитный корж. Для этого в глубокой чаше соединяем 4 яйца категории С1, щепотку соли и 5 столовых ложек сахара. Обратите внимание, что яйца должны быть комнатной температуры. Хорошо взбиваем миксером до белой пышной массы так, чтобы, стекая с венчика, она оставляла на поверхности следы в течение нескольких секунд. Затем к яичной массе просеиваем 4 столовые ложки муки с небольшой горкой и 2 столовые ложки какао. Также добавляем половину чайной ложки разрыхлителя и аккуратно перемешиваем все венчиком движениями снизу вверх. Вот такая шоколадная воздушная масса у нас получается. Выливаем ее на противень, застеленный ковриком для запекания и аккуратно лопаткой распределяем по всей поверхности. Размер моего противня 33 на 31 сантиметр. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 10 минут. Готовность проверяем сухой шпажкой. Перекладываем корж вместе с ковриком на полотенце и аккуратно сворачиваем его в рулет. Сверху также оборачиваем его в рулет полотенцем и оставляем для стабилизации формы минут на 10. Для начинки в глубокой чаше соединяем 230 грамм творожного сыра рикотта, 100 грамм сахара, 80 грамм размягченного сливочного масла и 1 пакетик ванилина. Хорошо взбиваем миксером до воздушной белой массы. Затем распределяем начинку по всей поверхности пласта. Далее с одного края бисквитного коржа по желанию добавляем любое варенье либо свежие ягоды. Аккуратно сворачиваем пласт в плотный тугой рулет. Затем плотно оборачиваем рулет в пищевую пленку и убираем в холодильник для стабилизации минут на 30-40. А пока приготовим глазурь. Для этого в кастрюле соединяем 40 грамм сливочного масла, 60 мл молока, 40 грамм горького шоколада и 2 столовые ложки какао. Растапливаем все на водяной бане либо на очень маленьком огне до однородной шоколадной массы. Кстати, горький шоколад можно заменить на молочный, либо добавить сахар по желанию. Распределяем горячую глазурь по всей поверхности рулета. Убираем в холодильник минут на 20-30 для стабилизации. Рулет получается нежным, влажным, с приятным шоколадным вкусом. Бисквитный корж не крошится и не ломается при сворачивании и нарезании. Сладость начинки хорошо оттеняется горькой шоколадной глазурью. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...